А нет ли тенденции к образованию профсоюза? И почему работники не пользуются? Это аж большое достижение работы профсоюза, законодательно разрешенное. Я думаю из-за того, что мы маленькая организация по факту. Численный состав там 150 человек. То есть это не то количество. Если там хотя бы 1000 человек, там 2000 человек было, тогда это бы могло место быть. Маленький слишком. А относительно средней зарплаты в регионе у вас выше, ниже? Да, наверное, как и на всех заводах, зарплата ниже среднего, чем средняя на рынке. И с учетом того, что везде зарплата серая, то тут вообще неизвестно сказать, что мы вообще в самом низу находимся. На вашем предприятии зарплата серая или белая? Белая. 100%. Понятно. А как формируется ваша зарплата на предприятии? То есть как это выглядит? Идет оклад, к нему какие-то районные коэффициенты добавляются и премии. И все, да? Ну, премия, как правило, составляет 50% от зарплаты. И эту премию любят резы. Затеяли и ныне. Не выполнил план. Минус 10% от премии. Ну, это, наверное, тоже является своего рода уловкой. По невыплате и удержанию зарплаты. Как формируется премия? Можно здесь поподробнее? Премия. Она начисляется всегда. И, как бы, если, ну, это в части, о чем я могу сказать, это управленческого персонала. Там НТР, глава бухгалтерии, экономиста. Там строится план, который ты должен выполнить в следующем месяце. И начальники устанавливают, на какой вид работы, какой процент минус от премии. И, собственно, вот это и формирует. Но, если все выполнил, типа, то 100% премия. А всегда ли выполняется 100% плана? План в том-то и дело, они, начальство, несколько неадекватно. Потому что, был такой случай в моей практике. Мне нужно было, построили так план, что мне нужно было раз в неделю выпускать программный продукт в течение двух месяцев. То есть, за неделю написать боевую программу, отладить, и чтобы она и работала. Даже если это несложно. Проект там на 20 листах формата А4. То отладка занимает, ну, никак не меньше двух недель. В железе. Чтоб нормально ее тестировать и пустить ее в производство. А тут построили. Ну, естественно, напичкали там под... Каждый месяц мне по минус 10%. Я после этого несколько возмутился. Вы офигели. Говорит, вам это для бумажек, конечно, хорошо, но по факту-то у меня нету программы. Вообще. Прошло сколько? Месяца-два. А у меня софта нету. Потому что я занимался другими работами, которые мне были поручены официально и неофициально по плану. Часто ли практикуются неофициально, так сказать, задачи, которые не включены в общий план работы? 50% от всего. То есть, по факту грузят больше, чем человек может. То есть, вот тебе второе весло кораблю. Кораблю нужно больше весело. А грибцов не завезли. Нет, у меня более проще. У меня есть такой анекдот на данную тематику недавно прочитал. Девушка звонит парню и говорит, ты где? Я на остановке стою и жду автобус. Ну, ты давай, побыстрее, а то надо очень быстро. Говорит, хорошо, я буду в два раза быстрее ждать автобуса. Вот из серии. Ты не можешь физически... Ну, как вот можно писать быстрее программный код? Я, допущим, не подозреваю. Может... Тем более, писать программы это... Ну, работать во внеурочное время? Зачем? Ну, может быть, этого ждет от вас начальство? Ну, я уже не студентик, который готов работать в неурочное время, чтобы там... Чего-то там куда-то продвигаться. Есть свое личное время, которое я должен отдыхать от работы. Либо заниматься тем, чем я хочу. Ну, наверное, это и расходится с ожиданиями начальства. Может быть. Пускай они и сами так работают. Нет ли постоянного увеличения этого плана? То есть, не уплотняют ли план работ? Он настолько уплотнен, что туда уже уплотнять некуда. Сравнимо с прошлым заработком. Как можно назвать его? Он вырос, уменьшился. Он остановился. Потому что раньше были... Ну, скажем, если взять так в ретроспективу, то за последние 3-4 года зарплаты просто остановились. Она остановилась в абсолютных показателях? То есть, сколько в рублях получаете, столько и получаете. Или она индексируется относительно инфляции и остановилась в этом плане? Она перестала индексироваться. То есть, по факту уменьшается? Уменьшается, да. А в связи с чем? Крашеные деньги. Какие? Крашеные деньги. Что это значит, крашеные деньги? Это целевая политика государства в части специализированного... Как будто я точно просто не знаю термина. Ну, если выделяются деньги на определенный заказ, их нужно потратить. Если ты их не потратишь, то, собственно, все их от тебя отбирают. Остатки. Но в данном случае можно эти деньги потратить только на оплату труда работникам. Ну, то бишь, а управленческий состав из этих денег официально получать ничего не может. Это государственные такие палки в колеса, но отчасти с точки зрения государства. Это позволяет отслеживать все деньги, все финансы, за что, куда и зачем потрачены. Это с точки зрения управления. Но обратная сторона для конечного получателя денег, он может получить деньги с задержкой. Из-за того, что деньги не перевели. У заказчика деньги есть, но на определенном счету у него денег нет. И он там энное количество миллионов должен. И по факту получается, что предприятие все работы выполнило, а деньги не получило. Еще и потом это предприятие заказчик банкротится. Ну и все. Гуляеваясь. И деньги, которые у него были на оплату этих работ, соответственно, уходят на оплату с должниками. То есть не с кредиторами предприятия, которое... По факту такой случай был. Есть вот в практике работодателя кнут и пряник. Ну вот что-то пряниками как-то не пахнет. А вот кнуты, как правило, частенько возникают. Причем кнуты на уровне даже маразма верховного управления. Просто банальный маразм. Можете привести пример? Пример? Да, запросто. Документы обороты. Составить план ТЗ развития этого проекта. Есть такое понятие, как внутренний документ. То есть все внутренние документы производятся в электронном... Обрабатываются в электронном документообороте. Так вот это слово документооборот, внутренние документы, точнее вот этот вот под внутренними документами. Любой технарь, который будет допиливать, дописывать систему вот этого взаимодействия электронного документооборота в программе 1С, он это поймет слово. В принципе его значимости. Под этим лично я как специалист-программист понимаю, внутренние документы это чертежи, схемы, платы, служебки, бумажки всякие. Это все будет попадать под критерий внутренний документооборот. Внутренний документ. А вот, скажем так, верховному правителю в виде лица директора не понравилось это слово и нужно было перечислить все виды документов. По перечню, с какой, вот и где это закреплено, по какой бумажке это будет, вот и почему у нас этой бумажки нету, кстати. Ну, разум. А как пряник выглядит, стимулирование? Я же сказал, пряников не существует. Да, пряников не подвезли. Вы уже сказали про задержки, как они называются, как к этому относятся работники предприятия? Ну, скажем так, кто долгожитель более-менее нормальный, то есть задержки, конечно, бывают, но не большие. Ну, допустим, по законодательству выплачивается аванс и выплачивается зарплата. Ну, вот иногда авансов не бывает, к примеру. Потом все это выплачивается зарплатой? Да, выплачивается зарплатой. С точки зрения законодательства это нарушение, но по факту это все равно... Есть ли армии безработных на предприятии? То есть, скажем так, нет ли давления со стороны безработных, что вот ты здесь сидишь, а за забором твое рабочее место уже 15 человек ждет? А, ну, это главная присказка начальника высшего руководства, что за воротами таких специалистов вагон. А вагон ли их? С точки зрения начальства вагон, а по факту их специалистов такого уровня, как правило, очень и очень мало. Но этого не понимает начальство. А если работник, например, хочет уволиться по каким-то своим причинам, там, низкая зарплата, семейное обстоятельство, там, переезд в другой регион, препятствует ли ему начальство в этом? Ну, пытаются отговаривать, но аргументы по обороте, как правило, очень тяжелые. Потому что, ну, случай вот за случай недавнишних дней специалист, который два года назад уволился, вернулся. Вот, и сейчас вот в процессе. А обратно берут охотно? Обратно, ну, скажем так, в данной ситуации там требовался специалист на должность, поэтому взяли, да. Многие ли работники имеют высшее образование? Ну, скажем так, большая их часть, да. Есть ли те, кто получает его в процессе работы уже? Были прецеденты. То есть заочно, бестанционно? Да, были прецеденты. Но предоставляется ли им отпуск на время сессии? Да, было дело. Как к этому относятся другие работники? Ведь их обязанности никуда не деваются? Ну, я не знаю. И приходится распределять между другими рабочими? Да, скорее всего. То есть, ну, может быть и возмущения были, но все нужно, все понимают. Ну, то есть понимание это находит среди остального персонала. Да.